Он такой один, просто добавьте смысл, ммм, вперёд. Когда тебе бесплатно предлагают приятные мелочи и подарочки, это увеличивает желание что-то купить. А вот когда тебе бонусом грозят отвесить люлей, возникает желание держаться подальше от такого магазина. В книгах про Гарри Поттера была волшебная платформа 9,75, которая волшебным образом втиснута между 9 и 10 платформами. Кажется, с этим кафе связана примерно такая же магия. У владельцев есть парочка дополнительных часов, которые они засунули где-то между 11 и 12 ночи. Честно говоря, я не согласен с посылом этого рекламного баннера. Всё-таки люди нечасто просыпаются в туалете. Если первое, что ты увидишь утром, это унитаз, скорее всего, прошлой ночью это был на бурной вечеринке. Тем, кто хочет построить не просто жильё, а изящный дом, стоит обратить внимание на эту компанию. Обычно на стройке преобладают представители среднеазиатской культуры, а так будет ещё немножко французского шарма. Извините, я больше не буду картавить. Чем чётче ты выражаешь свои мысли в рекламе, тем лучше. Тогда к тебе точно придут твои клиенты. Я не уверен, что во всей нашей стране найдётся хоть одна дама, которая запустила уход за собой настолько, что стала похожа на Йетти. Если главная цель вывески – пролечь внимание покупателя, то здесь всё сделано великолепно. Я очень долго смотрел на этот баннер, чтобы всё-таки понять, кто из этих двух парней Руслан, а кому готовна роль Людмилы. Обычно в эту подборку попадает реклама, которая получилась весёлой вопреки желаниям авторов. Но здесь как будто бы главной целью был именно юмор. Мне сложно поверить, что кто-то с серьёзными намерениями предложил заменить двууголку Бонапарта чебуреком, потому что это поможет имиджу компании. Если перед нами ролевая модель использования ковров этой компании, то я бы отказался от такой рискованной покупки. Мне бы больше хотелось увидеть, как на этих коврах будет смотреться, например, счастливый ребёнок или собака, а не умирающий царевич. И это был новый выпуск рубрики «Шедевры рекламы». Ставьте пальцы вверх, пишите комментарии и обязательно подписывайтесь на наш канал. Вот представьте, что Наполеон это видит и про себя такой «Хм, я уже не торт?» Всем пока!